Здравствуйте! С вами снова проект «Газон в озон. Удачный сезон». О комфортном и выгодном благоустройстве вашей территории. Сегодня мы будем говорить о дорогах, дорожках, тропинках, парковках, всех горизонтальных территориях вашего участка. Сегодня бетонная брусчатка уже норма жизни. Но, как это обычно бывает, самые обыденные вещи могут таить множество секретов. Мы находимся в цехе вибропрессования в Рязани на заводе «Штайн Рус». Всего таких цехов четыре. Еще есть в Москве, Орле и Набережных Челнах. Ассортимент у каждого свой, а вот рецептура одна. Мы используем цемент по своему качеству. Модуль крупности песка не абы какой. Мы не можем взять песок просто с реки. Модуль крупности 2,2-2,7. Это крупный, дорогой песок, сеянный и мытый. Аналогично и с гранитом. Тоже мы подходим к этому очень серьезно. У нас на каждом производстве, а их у нас 4 по России, есть свои тестованные лаборатории. Без точного контроля, без подготовки серия материалов, хорошая и качественная плита будет просто невозможно произвести. С прессованием понятно. А что такое вибропрессование? Чуть подробнее об этом процессе. Вибропрессование в целом технология уплотнения тротуарной плиты. А на плиту во время вибропрессования воздействуют две силы. Сверху, слева и справа воздействует сила вибрации, которая уплотняет материал. А сверху воздействует сила сжатия. Фуансонные пластины с огромной силой давят на матрицу и на материал. Это длится буквально 15-20 секунд. И получается готовое тротуарное изделие, которое нужно будет просто высушить. А это камера набора прочности. Здесь созданы специальные условия, чтобы в бетоне совершились все химические процессы. Плитка созревает здесь в течение суток, а потом отправляется на склад, упаковывается и едет к заказчику. Всего в ассортиментной линейке Stein Rus более 12 тысяч наименований. Почему так много? Потому что, во-первых, существует 50 коллекций, то есть форм. Каждая форма может выпускаться в 8 вариантах поверхности. Классическая гладкая, фактурные Backwash, Native, Nature Stone, Old Age, шлифованный Gloss, полированная Glance. Гладкая плитка может выпускаться и в моноцвете, и в палитрах, где смешивается несколько пигментов. А для некоторых поверхностей доступна палитра Backwash, когда цвет задают не только пигменты, но и натуральные минералы. В общем, выбор непрост. Упростить его, конечно, можно. Мы же не будем мастить по вдохновению или как придется. Мы готовим проект, который помогает определиться со стилем ландшафта. Будет ли это английский или голландский сад, а может быть русская усадьба или сад камней. Для каждого стиля характерны определенные формы тротуарной плитки. Например, английский сад предполагает плитку со скругленной фаской, а вот минималистичные ландшафты требуют строго геометрии и крупных форм. Под стиль подбираем и поверхность плитки. Чем явственнее проступает фактура, тем более уютным становится пространство. Дальше определяемся с высотой плитки. 40 мм для пешеходных дорожек и троп. 60 мм для более значительной нагрузки, например, для парковочной зоны на частной территории. 80 мм – это плитка для мощения публичных пространств. Она выдерживает пресс мусоровозов и снегоуборщиков. Цвет тротуарной плитки пусть будет на тон светлее дома, забора или другого доминирующего объекта. Чтобы мощеное полотно выглядело богаче, стоит выбирать тротуарную плитку в цветах Color Mix, при создании которой используется несколько пигментов. Чем их больше, тем интереснее выглядит плитка, тем легче гармонично вписать ее в среду. Уникальный рисунок, неповторимый. Как длинка от человека, так и тротуарная плитка в серии Color Mix неповторима. Каждая плитка уникальна в своем роде. И связано это в первую очередь с технологией смешения нескольких цветов, вплоть до пяти. Вы никогда в жизни не найдете плитку Color Mix, похожую друг на друга. Это, конечно, связано с очень сложной технологией, которая к нам пришла из-за границы, с немецким оборудованием. Так много тонкостей, что на фоне выбора может возникнуть конфликт. За кем же остается решающее слово? У каждого из нас есть свое представление о идеальном дачном участке. И самым оптимальным здесь будет просто каждому из пары готовиться и представить, что было бы идеально для него или для нее. А потом уже, соответственно, соотнести общее представление, есть ли здесь компромисс. Понятное дело, что у каждого могут быть свои дизайнерские решения. Но чаще всего компромисс все-таки возможен. И это очень здорово, если каждый получит что-то приятное для себя. Мы узнали о плитке все. Выбрали форму, вид поверхности и цвет. Что дальше? Дальше мощения. И тут я вам дам два важных совета. Во-первых, ищите опытную бригаду укладчиков с хорошими отзывами и портфолио. Так вы сбережете время, нервы и не придется исправлять с отдельно непрофессионалами уже через полгода. Во-вторых, ГОСТ на тротуарную плитку предполагает небольшие колебания цвета. Поэтому при заказе нескольких поддонов плитки распечатывайте их сразу все и договоритесь с укладчиками, чтобы мастили вперемешку. Так полотно будет более равномерным. Конечно, профессионалам такие вопросы кажутся простыми, а выбор материалов легким. В торговом центре «Клевер» на проезде «Яблочко-18» менеджеры компании «Штайн Рус» помогут подобрать наилучший вариант для вашей территории. Шоурум работает на пятом этаже. Можно также позвонить по телефону бесплатной горячей линии. Тогда и дорожки будут идеальными, и парковка ровной, и цвет плитки будет гармонировать с любыми дарами природы. На сегодня это вся информация от проекта «Газон в озон. Удачный сезон». Следите за нашими эфирами. До встречи!